Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Я такой весёлый не потому, что съел кусочек шоколадки, которую мне нельзя есть, а потому что записываю видео. За время, когда я делал видео так редко, я понял одну вещь. Я действительно получаю удовольствие от этого. Ну да ладно, давайте сразу к контенту. Терапия анбоксинга. Чувак распаковывает всякую технику и заработал на этом 15,8 миллионов подписчиков. Ух, мне бы так. Каждое видео набирает не меньше миллиона просмотров. Как было бы здорово, если бы такой большой канал пропиарил биткоин. И он пропиарил. Правда, немного в странном свете, да и на другом канале, но всё-таки. Майним 3 миллиона биткоинов за 2 секунды. 3 миллиона биткоинов. Это 24 миллиарда 135 миллионов 120 тысяч долларов. Название настолько меня заинтриговало, что я решил его перевести даже не глядя. Ссылка на оригинал в описании под видео, как обычно. Ну и поехали. Может ли квантовый компьютер гугла намайнить 3 миллиона биткоинов за 2 секунды? Подожди, что? 2 секунды 3 миллиона биткоинов? А сколько сейчас стоит биткоин? Давай быструю математику. 3 миллиона биткоинов. Сколько это в долларах? Несколько долларов, да? На данный момент он стоит 8700 долларов. Ну, ближе к 8800. Давайте умножим 8800 на 3 миллиона. О, чёрт. Как это произнести вслух? 264 и куча нулей? Боже мой. Это 26 миллиардов. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, это 26,4 миллиарда. Твою же собаку налево. Я просто шокирован. Это очень много бабла, очевидно. И именно поэтому мы чувствуем такой страх, когда все эти разговоры о квантовых компьютерах начались. Знаете, друзья, я хотел обсудить это в этом видео. Но тема оказалась такой сложной. Нужно потратить множество лет, чтобы осознать силу, которая прячется в чём-то подобном. Суть вопроса в том, а какие действительные способности скрываются в этом квантовом вычислении компьютера, о котором заявили в Google. Также в этом направлении работает и компания IBM. Конечно же, после таких заявлений от Google и других компаний, люди, связанные с биткоином, вдруг появились практически из ниоткуда, что вполне закономерно, и начали обсуждать безопасность биткоина и его будущее в связи с появлением квантового компьютера. Квантовые вычисления могут быть угрозой для биткоина в целом. Я нашёл особенную статью на CryptoGlobe об этом. Квантовые компьютеры являются причиной страха биткоинеров, так как могут взломать криптографию. Собственно, такой вот способ атаки на саму концепцию сети. Но очевидно, что реальной угрозой является возможность квантового компьютера показать вычислительные способности, достаточные для майнинга огромного количества биткоинов так быстро, чтобы сеть биткоина успевала увеличивать сложность, пропорциональную этому воздействию. Это приведёт к тому, что все остальные майнеры вообще ни черта не получат, если только у них в гараже не завалялся квантовый компьютер. В таком случае, эта валюта, как её некоторые называют, крипта станет бесполезной. Она закроется. Или как минимум она потеряет множество своих функций, большая часть монет будет удерживаться замороженными в одних руках. Чтобы иметь понимание того, что из себя представляет квантовый компьютер, посмотрите на бенчмарк, который он вычислил за 200 секунд. Самый быстрый суперкомпьютер в мире должен был потратить на это около 10 тысяч лет. Известный в криптомире человек Антон Лопус комментирует. Вот забудьте, нам нужно концентрироваться на всём, а не только на биткоине. На всём, что является криптографией, на всём, что зависит от криптографии. Для всего этого квантовый компьютер может быть проблемой, почему вы фокусируетесь только на биткоине. Но биткоин, как вы могли заметить, это очень желанная цель. Просто опять посчитайте его стоимость. Вы можете сказать, оу, какие быстрые 26 миллиардов долларов за 2 секунды. Что ж, это просто заголовок, это интрига. Эту статью, кстати, удалили. И этот парень, скриптоглоуб, который её написал, явно связан с некой спекуляцией на этой теме и заслуживает выговора. Я думаю, всё дело в просчётах. Например, статья не включила в себя коррекцию сложности сети, которая происходит каждые 2016 блоков. Если квантовый компьютер будет способен намайнить столько блоков за секунду, то сеть просто подстроит сложность под него. По факту, сводя на нет, остальные усилия намайнить побольше и побыстрее. Именно так и работает биткоин. Майнинг монет происходит всё сложнее. Чем больше намайнили, тем сложнее майнить дальше. Но! Это ключевой момент. Вероятность, что сеть биткоина сможет установить сложность такого уровня, невероятна. Такая вот тавтология. Другими словами, сеть сама по себе не может создать задачу такой сложности, чтобы квантовый компьютер хотя бы призадумался. Это будет фактически матч по боксу. Майк Тайсон против тебя. В его лучшие годы. И ты это биткоин. И ты такой, я готов, я пойду в клетку. А потом ты видишь Тайсона там и ты говоришь, подожди-ка, меня же тут вынесут вперёд ногами. Но я пытаюсь усовершенствоваться и подстроиться. Ага, типа ушёл в тренировочный лагерь на год. И ничего не получится. Тайсон тебя уже вынес. В любом случае, этот парень, написавший статью и который кажется экспертом в этой сфере, пишет так, будто бы во всём прав. Любая попытка квантового компьютера майнить биткоин может привести к дефамации сети. Потому что уровень сложности, которую сеть настроит под квантовый компьютер, будет таким, что только другой, ещё более мощный квантовый компьютер сможет майнить оставшиеся биткоины. Фактически, это будет битва квантовых компьютеров, а не сеть. Если сеть вообще с этим сможет справиться. А может ли сеть биткоина работать на квантовом компьютере? Да ладно тебе, откуда я могу знать? Как это вообще будет выглядеть? Cryptoglobe.com? Вообще, биткоин это распределение. Биткоин и блокчейн распределяются по разным видам систем. Он не централизованный. Эта вещь реально быстро двигается, неважно насколько сильно ты засорил его сеть. В любом случае, думаю, люди в комментариях добавят больше мыслей в нашу дискуссию. Я считаю, что это очень интересная тема, о которой стоит поговорить, даже несмотря на то, что в нашем понимании применение этого квантового вычисления должно в итоге стать важной частью нашей жизни. Только представив себе способ применения, мы можем осознать всю важность. Потому что вот это утверждение о том, что это такое, что оно себя представляет до тех пор, пока не получится это пощупать, очень сложно понять и уловить весь потенциал и как это может повлиять глобально на всех нас. Важно заметить еще и вот это. Антону Лопус сказал, реальная угроза заключается в том, что все мировые классифицированные коммуникации, такие как конфиденциальные, финансовые и так далее, в той или иной степени зависят от криптографии сегодня. Поэтому непонятно, почему люди говорят только об угрозе биткоину. Это угроза всему. Угроза всему. Ребята, я нашел эту статью на CryptoGlobe, ссылку на нее оставлю в описании. Она на английском языке, но я надеюсь, что вы что-нибудь да поймете. Я бы назвал квантовый компьютер следующим образом. Один компьютер, чтобы править ими всеми. По аналогии с пластелином колец. Где было одно кольцо, чтобы править всеми. Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. И обязательно поставьте лайк этому видео, это помогает каналу расти. Большое спасибо за такую реально крутую поддержку. Каждое видео набирает тысячу лайков. Для меня это прямо что-то сверхъестественное. И я не могу поверить, что это происходит со мной. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого.